EA Sports. It's in the game. Но этот турнир я смотрел полностью. От первого матча открытия, в котором играли Германия и Коста-Рика. И там потрясающий Пауло Сазарванчоп, наверное, один из самых легендарных костариканских футболистов, забил два гола в ворота Йенса Лемона. И потрясающий гол Торсена Фринкса издалека в девятку. И сумасшедший гол Филиппа Ламы, дубль Клоза. Все это я помню. И, само собой, все матчи я смотрел до финала, в котором просто в гипердраматичнейшем финале по пенальти победила Италия. В том финале я болел за итальянцев. И позже мой друг, один из моих друзей, сказал, Антон, как ты мог болеть за итальянцев? Ведь это те же самые цыгане. Я, так бы, цыганей, так бы, побаиваюсь, но тут я что-то, честно говоря, у Пирла и у цыгана, который меня обворвал на вокзале, я сходств не нашел. Поэтому я не знаю даже, честно говоря, почему я болел за итальянцев. В принципе, до вылета Бразилии я дико болел за Бразилию, потому что, ну не знаю, Бразилия для меня это какие-то боги футбола. Тем более, тогда они вылетели от Франции, от которой вообще никто ничего не ожидал. Там был подобран состав старичков, там был стареющий Зидан, это был последний турнир, там был Вира и прочее, прочее, прочее. Бартес тот же самый, один из самых веселых киперов. Вот, и тут, опа, Анри забивает гол в касание бразильцам, и те вылетают. Я, честно говоря, не мог поверить своим глазам. То есть, для меня Роналдиньо, Кака, Роберто Карлос, Роналду, Адриано, Кафу, это просто были не люди, а боги. И как они умудрились проиграть тогда, я, честно говоря, не мог понимать. Тогда было, получается, 13 лет всего, и для меня это был просто какой-то шок. И потом я спокойно доболелся за итальянцев, и, слава богу, они победили. В общем, чемпионат мира футбола всегда это величайший футбольный большой праздник. И всегда FIFA выпускает игры, посвященные этому турниру. И я решил вспомнить одну из них, в которую я играл. Это FIFA World Cup Germany 2006. Если честно, я играл в него в 2008 году. До этого у меня вообще не было компа. Мне его купили как раз-таки на мое 15-летие. Да, 2008 год это был. И, в общем, я потом купил диск. Там, типа, был футбольный сборник. Там была и обычная FIFA, и вот эта FIFA. И, в общем, давайте-ка вспомним. Тут есть полно всяких режимов. Есть какой-то менеджер команды. Я, честно говоря, не помню, во что я там играл. Сетевая даже есть. Есть турнир самого, чемпионат мира по футболу. И, в общем, что радует. В этой игре приятный интерфейс, само собой. Подобрана хорошая музыка. В принципе, FIFA всегда славилась хорошими саундтреками. Но тут есть один из моих самых любимых треков. Это Big City Life от Metafix. Это просто волшебно для меня. Было тогда, когда у меня еще не было нормального интернета. Для меня в меню послушать этот трек было просто за счастье. Я даже специально, но раз я просто сидел в меню и слушал этот трек. Потому что Big City Life, горячие хиты, лето 2006. Для меня это просто чудо. В общем, давайте-ка для начала сыграем пенальти. То есть, разыграем ту самую легендарную серию пенальти Франции и Италии. Я... Так, нет, нет. Я путаюсь немного в клавишах. Я, само собой, выберу итальянцев. Видите, тут почти все сборные есть. Бахрейн какие-то, блядь. Гонконги, Индии, Ираны, Ираки. Я, честно говоря, не знаю, насколько составы натуральны. Но думаю, что как надо. Так, я выбираю итальянцев. Само собой, вот Италия. Так, видимо, я промазал, сука. Извиняюсь за столь долгое ожидание. За мой долг... Вот, все, отлично. И Франц. Тогда, между прочим, зажег свою звезду совсем еще юный. Франк Рибери. Ну, не юный, тогда он был лет, наверное, 22. Вот. Он был один из самых молодых в составе тогда. Блин, где Франция-то? Что, я проглядел, что ли? A, B, C, D, E, F, G. F, G, F, G, F, F. Вот, должна тут быть Франция. Вот, все. Сейчас мы разыграем сей матч. Итак, видим. Джилардина Лукатони до сих пор играет в футбол Лукатони. Стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Вот в 38 лет. Ну, просто сумасшедший футболист. Ну, в хорошем смысле слова. Камаронези, Тотти, Гатуза, Дзакардо, Пирло, Дзамброта и... Я уж подумал, и не естая. Неста, Буфон, Канаваро. В общем, в общем, в общем. Тогда мне эти лица казались просто гиперпохожими. Но сейчас, конечно же, мы видим, что не самая лучшая графа. Но тут движок от шестой FIFA. И перед каждым матчем, если ты играешь за какую-то команду, о ней был какой-нибудь интересный факт. Связанный с футболом, либо просто с национальным обычаем. Вот. И сейчас будет потрясающая супербомбезная серия пенальти. Довольно-таки долгая загрузка. Это странно для игры 2006 года. И вот. Вот стадион заполнен. Он бурлит. Джиладина дает какашечку. И кто это? Кто это? Это Бартес, что ли? Или кто это? Что-то я, честно говоря, запутался. А, это Купе. Купе встал. Так. Так. Как тут бить-то? Вот. Видимо, так. Раз удар. И почему-то я пробил пацаны. Хотя я сжал со всей силы, чтобы бил он в правый угол. Так. Смотрите. Я примерно так же танцевал на школьной дискотеке, когда я выпил немного Блейзера и Яшки. Опа! И ничего себе, походу, сила Блейзера и Яшки мне помогает. Я тащу просто смертельный пенальти от сынового Анри. К мячу подходит какая-то бабушка. Я не знаю, кто это. Все начнут молиться. Лукатони. Лукатони. Так. Левый нижний. Ничего себе. В девятулю просто не берущийся удар. Ну, вот. Все помним, что Трезеге тогда не забил. Трезеге разбегается. Нет, не разбегается. Трезеге бьет. И что же я творю? Что же я творю, чуваки? Я просто супер. Тотти подошел к точке. Правая девятка. Просто я бист. Вот в чем фишка? В чем отличие Верафона от шестой Фи обычно? Что тут хила какие-то слишком пластмассовые, что ли? Какие-то яркие, я не знаю. И... Не знаю. Как будто они намазаны... Не знаю. Этим. Воском. Так, к точке подходит Малуда. Нижний левый прыгает. Малуда разбегается. Я сказал, разбегается Малуда. И еле-еле забивает. И дарит некие шансы для Франции. Шансы для Франции. Тут так радуются, как будто они уже все победили. Ведь сейчас к точке подходит чувак с косичкой. Это Мауро Камаранези. Как все пафосно. Какое замедление. Какой графон. Камаранези лапает свои модные супербуцы. И кладет мяч в девяточку. Потрясающий гол. И Италия, как и тогда, побеждает благодаря моей потрясающей реакции. Все веснуются, все довольны. Как сумасшедший бежит сейчас Камаранези. Я помню до сих пор, что тогда после победы на какую-то раскладушку сел Буфон. И стал фоткаться с Кубком Мира. В общем, это было забавно. Для меня это такие детские воспоминания приятные. Ну и давайте-ка ради интереса сыграем один матч. Я выберу Россиюшку Россию. Надеюсь уж тут-то она жива-здорова. Заодно повспоминаем старый добрый состав. Где же она? Где же она? Глобус крутится. Как говорится, как тебе меня не крути. Все равно не найти. Так, вот Россия. Так, и оппонентом нашим будет кто? Ну, Африка слишком не солидна. Поэтому выберем сумасшедшую сборную Бахрейна. Самое оно, мне кажется, для как раз-таки подходящих соперников для сборной России того уровня и того времени. Итак, вот состав сборной России. Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич и другой Березуцкий до сих пор за сборную играет. Ну, да, ротация, конечно, в сборную наша не самая мощная. Смертин, Алдонин, Быстров, Жирков, Ласьков, Сычев. Сычев, я это по привычке сказал, как в игре Россия вперед. Аршавин, Гусев еще, Бугаев, который потом стал электриком, к сожалению. Бородин, Колодь, Шаро, Калиниченко. Чего? Калиниченко? Он же украинец. О боже, Оленичев! Димка Оленичев! С ума сойти. И вот потрясающий факт, потому что площадь Бахрейна всего 707 километров квадратных. Но знаете, сейчас лето, и сейчас, я думаю, что площадь... EA Sports. It's in the game. Боже мой, как это было неожиданно, если честно. Так вот, продолжу. Сейчас лето, и я думаю, что площадь жопы какой-нибудь журухи в латинах еще больше. Как все пафосно, сколько конфетти, блядь, как будто детский утренник. Давайте уже футбол сыграем. Итак, дай бог управление-то вспомнить. Так, не лагает, не лагает с мячом Киржаков. Какой потрясающий он демонстрирует дриблинг. Так, так, как тут, что делает-то? Вот, вроде бы я нашел. О, нет. Или, блядь. Короче, что-то я запутал. Сейчас главное мяч отнять. О, Кенфеев! Блестящий играет Игоря Кенфеев. И мы не пропускаем гол, потому что в нападении сборной Бахрейна играют какие-нибудь Сулейманы, Шейхи и прочие, которым плевать на футбол. А Кенфеев блестящий будет мяч. Сейчас так камера скакнула, что я чуть с ума нахуй не сошел. Опа! Сразу пошел быстрый, быстрый, стремительный футбол. Вот отбор, вот он! Все! Тащи! Тащи, блядь, Бахрейнушка! Ну куда ты, блядь, пасуешь-то? Что вы делаете, чуваки? Совсем сборная России неконтролируемая. Опа, опа, отборы, 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 отборы. С мячом какой-то гуй, Иса, блядь. Я думаю, что никто из вас не знает... Вообще, мне кажется, никто в мире не знает состав сборной Бахрейна, поэтому Канами мог... Ой, Канами, блин. И Спорт смогли покупать любую лицензию, даже не покупать ее, потому что всем было бы плевать. Но, между прочим, комбо довольно-таки бодро сопротивляется, я не могу пройти его блядскую оборону. Я понимаю, что в этой Фифе, ну, дико пиздатые экиперы, которых хрен пробьешь. Так, атака Бахрейна, блядь, какой-то дыр-дыр. Ух ты, Ахмед с мячом! И я блестяще обороняюсь. Пас на Алдонин, Алдонин вперед! На Ласькова! Ласьков на Быстрова, Быстров! Мчит, мчит, как это может позвать его скорость? И кто-то там просто дарит мяч оппонента... Хорошо! Проникает! Как это так? Почему защитника сборной Бахрейна такая потрясающая скорость? Что-то несколько в ультимейт-тим выпал. Ну, забивай! Вот о чем я говорю. Просто сумасшедшие вратари. И, блядь, как в Песке новый прицел этот ебучий. Навес Быстрова, навес... Опа, бьем! Бьемся! Ну, если честно, дорогие друзья, у меня даже нет особого желания играть второй тайм. Потому что, ну, какой смысл? Просто матч Россия-Бахрейн. Всех знает, что Бахрейн сильнее. Ладно, шутки шутками. Вот такой вот небольшой ретро-обзор. Это была интересная игра в свое время. И вообще, футбол это наш такой праздничек. И до ближайшего ЧМЭ три года... Но он будет в России! И, что... Ну, надеемся, что в России все мы знаем, что сейчас творится в мире. Точнее, в мире футбола. Вот, вот такой вот ретро-обзорчик. Ставьте лайки, если вам понравился. Также делитесь воспоминаниями о ваших ЧМПах мира в комментариях. Там, какие смотрели вы и в чем там запомнилось. А на этом с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон... Нет, 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 нет. С вами был я, Виктор Гусев. Берегите себя! Виктор Гусев. Берегите себя! Берегите себя!